Привет, оптимизаторы! Я расскажу об одном из билдов. Сегодня это Страж. Основу этого билда составляют два таланта. Мастер древкового оружия и Страж. Первый нам важен из-за провоцированной атаки, когда существо входит в цель в пределах нашей дистанции атаки. Второй нам нужен, потому что при провоцированной атаке существо теряет всю скорость. Такой простой комбинации враги, несущиеся на нас в ближний бой, не дойдут. Ибо по первой черте игрок должен использовать оружие с особенностью досягаемость, что увеличивает дальность атаки этим оружием на 5 футов. По факту, у нас дальность выходит 10 футов. Значит, враг бежит на нас, получает провоцированную атаку на 10 футах и останавливается. Потому что черта Страж это дает. Конечно, если мы попали. Таким образом, в бою мы буквально выбиваем одного миличного врага. Он не может атаковать нас, и мы просто так нанесли ему атаку. Дальше тактика забавнее. Если враг один, его дальность атаки 5 футов. Тратим свое действие и бонусные действия на то, что планировали. Например, атакуем подошедшего врага. И отходим на 5 футов. Следующий ход существо подойдет к нам. И мы опять его тормозим в сфере реакции. Так, можно повторять до его смерти или до нашего промаха. Естественно, у этой тактики много «но». Первое – это количество врагов. Если врагов хотя бы 2 штуки, то один из них точно подойдет. Ибо реакция на атаку у нас только одна. Но так или иначе, затормозить одного врага уже многого стоит. Второе – но это опция дальнего боя у врагов. Зачем кому-то бежать вперед, если он может стрелять из лука? Даже грустный камень с единичкой урона будет вкуснее. И третье – дальность атаки врагов должно быть 5 футов. То есть, если враг с атакой хотя бы 10 футов, то уже не работает старта. Ибо он подошел, мы его остановили, он все равно нас атаковал. Но даже с учетом этих моментов, все равно сильный урон в ближнем бою. Так как мы – милишник с двуручным оружием. На основе чего можно сделать эти два таланта? Из расы в первую очередь на ум приходит альтернативный человек. Потому что на первом уровне он может взять черту, и на четвертом уровне комбинация уже станет работать. Но если игра долгая, то другая раса тоже имеет смысл. В нашем случае важна сила и телосложение. Поэтому подойдут пулворки, голиафы, дворфы или дженази земли. Остальные по ситуации. Из класса отлично подходит воин. Так как нам нужны черты, то воин – самый лучший вариант. Ибо он получает увеличение характеристик на четвертом, шестом и восьмом уровне. А вместо увеличения характеристик мы можем взять нужную нам черту. Но параллельно нам все-таки надо бить от силы. Поэтому в принципе хорошим вариантом будет варвар, паладин и даже в каких-то билдах жрец. Из талантов у нас замечательно заходит мастер большого оружия. Он увеличивает нам урон феноменально. Ну, естественно, это уже высокие уровни. Но так или иначе, все равно вкусно. Спасибо за внимание. Больше критов на ваших кубах. Подписывайтесь на канал ради других билдов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok